Привет, меня зовут Скилл и я считаюсь довольно неплохим игроком с АВМ. И для вас, сегодня я расскажу и покажу вам, как стать лучше с этого девайса. Если вам понравится видео данного формата, то поставь лайк. Подпишись на мой второй канал, в ближайшее время туда я буду выкладывать мувики и другие не менее интересные видео. Только там наберется 50 тысяч сабов, я буду проводить там стримы, так как на моем основном канале поставили ограничения в 90 дней без стримов. Так что после просмотра данного видео подпишись на этот канал. Спонсор данного видеоролика Стендов 500, это сайт моих друзей. На их сайте вы можете открыть бесплатные кейсы каждые 2 часа и каждые 24 часа. Ежедневно на сайте проходит очень много розыгрышей, где разыгрываются очень крутые призы. Здесь довольно быстрый вывод скинов и очень много интересных кейсов. А если вы хотите поддержать канал, то используйте мой промокод скинг и вы получите плюс 100% к пополнению. Приятного просмотра. Если вы хотите научиться играть с довольно немобильного девайса АВМ, то нужно приложить много усилий, начиная от игры на ТДМ, тренируя фликшоты, нооскопы и фазумы, заканчивая позиционированием себя на карте. Так как хорошо, когда снайпер вашей команды двигается по всей карте и делает опыт фраги. Пример карта раз. Обычно снайпер стоит на миду, но есть много вариаций, как снайпер может позиционировать себя на этой точке. Я же люблю отыгрывать данную комбинацию со своим мейтом. В начале раунда мой мейт префает мне мид. Я кидаю смок и флэш на правую линию мида и залетаю в коннектор на б. Занимая довольно неожиданную позицию для тех, кто будет пушить б через ангар. Все это должно прийти к вам с опытом и вы должны отрабатывать комбинации со своим мейтом. Также применять их на важных матчах. Также экономика это очень важная вещь для снайпера. В снайпера вкладывается очень много денег в раунде и он обязан давать важные киллы. Если вы проиграли раунды и у тебя хватает на АВМ, то ты можешь поменять исход игры и сделать очень важные киллы для своей команды. Также не забывайте, что если вы не подобрали нужный тайминг и у вас плохой респ, то вас могут легко убить или закидать гранатами на позднем тайминге. Что насчет индивидуальных тренировок, то я обычно играю на ДДМ. Для этого нужно уделять отдельный день и набивать от 1000 киллов и более. Далее делать небольшой отдых и играть миксы, АММ, фейст или праки с командой. Но не путайте тренировку с разминкой. Чаще всего для того, чтобы просто почувствовать свою сенсу, я иду играть ТДМ и играю 2-3 карты. Для меня это достаточно, чтобы пристреляться и начать попадать. Далее я иду играть праки со своей командой или же турнир. Ну, либо миксы, фейст или АММ, неважно. Там же я тренирую свою индивидуальную игру с АВМ. А уже на тренировках с командой я оттачиваю комбинации со своими тиммейтами. Не могут быть разными, все зависит от ваших договоренностей со своими тиммейтами. Надеюсь, ролик был вам полезен. Если это так, то поделись данным роликом со своими друзьями. Также не забывай поставить лайк и подписаться на второй канал и группу ВК. Там я сделаю информативный пост про настройку сенсу. Субтитры сделал DimaTorzok